Девушки отдыхают Татьяна. Она молодая мама. Время, проведенное в декрете, Таня полностью посвятила первенцу. При этом совсем забыла о себе. С рождением ребенка я совсем забыла о себе. Когда я последний раз ходила по магазинам и совершала поход в салон красоты, все свободное время занимает ребенок. Зеркало только подтвердило Татьяне, что привычный образ требует перемен, причем незамедлительных. На телеканале 24КЗ я увидела телепроект «Битва за клиента» и поняла, что это мой шанс. Для мамы в декрете поменять имидж очень дорогое удовольствие. Я хотела бы с вашей помощью получить консультацию стилистов, поменять гардероб и не потратиться при этом. Поможете? Конечно, поможем. Мама – это святое. Редакция программы «Битва за клиента» изучила рынок услуг стилистов, дизайнеров и имиджмейкеров. И вот что мы узнали. В этой сфере трудится огромное количество специалистов. Мастера прически, одежды, профи-макияжа и этикета. Средний чек на их консультации стартует от 3000 тенге в час. В перечень популярных услуг входит подбор цвета, визаж, разбор гардероба, шоппинг-сопровождение. В среднем полная консультация с закупом одежды на один сезон может стоить от 300 тысяч до 2 миллионов тенге. Все зависит от статуса консультанта. Стоимость гардероба также влияет на ценник. Импортные изделия могут стоить хороших денег. В этих случаях выручают распродажи и сезонные скидки. Работы отечественных дизайнеров могут обойтись дешевле, но все зависит от дороговизны используемых тканей. Кроме того, для желающих сменить образ действуют школы дизайна. Продолжительность курса 7 дней. Занятие в группе обойдется в 50 тысяч тенге. Индивидуальный подход мастера к ученику составит 200 тысяч. В месяц консультанты по стилю обслуживают до 10 человек, а школы дизайна могут обучить до 30 учеников на курсах. Существует также шоппинг-сопровождение в Европу. В стоимость входит перелет и проживание консультанта. Позволить себе такие затраты может не каждый. Все это нам рассказали поставщики услуг, стилисты и дизайнеры Астаны. Давайте с ними знакомиться. Лаура Ибрашева, руководитель дизайн-студии и организатор школы дизайна в столице. Наша компания занимается обучением дизайнеров и стилистов. Также обучаем всех желающих попробовать себя в этой сфере. Зарина Акшулакова организовала собственный шоу-рум, в котором представляет работы казахстанских дизайнеров одежды. Если краткая емкость, то мы поддерживаем казахстанского производителя. И поддерживаем казахстанского, и мотивируем казахстанского клиента покупать отечественное. И наш третий эксперт в области дизайна – имиджмейкер Айжан Кусаинова. Своим клиентам Айжан помогает экономить время и деньги и выглядеть очень стильно. Я занимаюсь стилистикой и предоставляю услуги имидж-консультирования. Но мне вообще интересно всегда было сочетание цветов, сочетание фактур. Эти очаровательные девушки выразили готовность изменить образ нашего клиента. Но важно знать, насколько масштабными будут грядущие перемены. Перед началом битвы за клиента Татьяна обозначает бюджет, который она готова вложить в обновленный стиль. У меня скопилось 300 тысяч тенге, и я хотела бы уложиться в эту сумму, если это возможно. Какой сервис могут предоставить имиджмейкеры за указанную сумму? И на какие уступки в цене пойдут наши поставщики, чтобы заполучить клиента? Все это мы выясним в ходе самого быстрого аукциона на понижение. В течение 60 секунд участники должны предоставить клиенту максимальную скидку, побеждает тот, чья цена была ниже. Поехали! За 250 тысяч мы подготовим летний комплект одежды. Я считаю, плюс-минус скидки. В указанную стоимость можно включить пальто и комплект обуви. У меня есть большое преимущество в том плане, что даже если я буду давать скидки на свои услуги, скажем так, разумные скидки, я всегда могу подарить бонус, я могу дать возможность попасть в два издания, в два журнала. Можно, в принципе, около 200 тысяч можно уложиться. У каждой женщины должны быть минимум два платья – повседневное и вечернее. А еще в гардеробе должна быть пара обуви на каждый день и на высоком каблуке. Если будет большой интерес, да, скажем так, если это будет битва, то есть это может быть и ноль теньгей, если это мне интересно, скажем так, внутри на собственный миллион, скажем так. Такая заявка впервые за всю историю нашей программы. Похоже, Зарина вообще не желает брать денег за консультацию и сопровождение. А это автоматически делает ее победителем. Что же, забота об отечественных дизайнерах сделала Зарину абсолютным лидером программы. И, понятнее дело, клиент уходит к ней. Пока Таня и Зарина знакомятся и подбирают гардероб, мы расскажем, как работают имиджмейкеры и можно ли сэкономить на собственном стиле. Обо всем этом смотрите далее. Первое, что делает стилист, он начинает работать с психологическим портретом человека. Специалисту важно понять, почему человек носит, к примеру, джинсы и футболку, но не желает носить костюм. Мы можем сделать из нее Софи Лорен, но она опять-таки не сможет быть той женщиной, которой мы ее хотим видеть. Она видит всегда, ей понравится этот образ, вы увидите, вам понравится. Но жить каждый день она так не сможет. Для этого нам необходимо изучить психотип личности, то есть понять, что именно эта личность готова вынести, сможет ли она носить туфли на высоких каблуках и при этом чувствовать себя органично. Внутренний мир человека раскрывается постепенно. И один из основных шагов к этому – разбор гардероба. Клиент вместе со стилистом перебирает существующий комплект одежды, отделяя модные и интересные вещи от старых и неактуальных. Исходя из этого, уже мы разбираем гардероб. Из потребностей человека надо исходить. Если он больше работает, значит у него должна быть больше офисной одежды. Если он много ходит по мероприятиям, значит у него должна преобладать вечерняя одежда. Этим нехитрым премудростям можно научиться не только у персонального стилиста. Посетив курсы, соответствующие знания можно получить на групповых занятиях по дизайну. Например, вас научат правильно подбирать цвета, по типу лица, оттенку кожи, работать с формами и фактурами. Индивидуальные консультации по стилю у нас стоят от 50 тысяч деньги. А если занятия проходят в группах по 5 человек, то стоимость составит не более 30 тысяч. Если, к примеру, многодетная мама нуждается в скидке в связи с материальным положением, то мы такую скидку можем предоставить. В среднем на знакомство, разбор гардероба, определение цвета и отрисовку будущего образа уходит до трех дней. После наступает самая приятная часть, то, что девчонки называют по магазинам. Большинство дизайнеров приглашает своих клиентов посетить масс-маркеты, где всегда есть варианты распродаж и скидок на импортную дорогую одежду. Но также есть вариант приобретения работ отечественных дизайнеров. Соотношение цена-качество в этом случае близко к идеальному. Ценовый диапазон на аксессуары у нас идет от 3 тысяч тенге до 27 тысяч тенге. На сумки от 15 тысяч тенге до 90 тысяч тенге. На футболки у нас цены от 7 до 12 тысяч тенге. С разработками казахстанских дизайнеров можно ознакомиться на коллективных и индивидуальных показах. Если же таковых в календаре мероприятий нет, то одежду с брендом KZ можно поискать в модных бутиках и шоурумах. Стилисты помогут сэкономить время, предложив вам самое лучшее. Возможно, поэтому к ним обращаются так часто. К стилистам в среднем обращаются в месяц порядка, ну, если это востребованный, как правило, пишут там до 30 человек в месяц. Но из них фактически остаются работать, ну, человек 10, я так думаю. Потому что и кто 10, это достаточно много для того, чтобы работать с ними. Вот для того, чтобы менять их образ качественно, даже на целый месяц здесь человек это много. В месяц востребованный стилист может зарабатывать до 2 миллионов тенге. Правда, для этого надо обладать обширными познаниями в моде и ее течениях. Вообще направлений очень много. То есть можно просто консультировать человека по его фигуре, по его цветотипу, какая одежда ему идет, какой фасон, какой цвет лучше выигрышно смотрится на нем, какие прически лучше ему подойдут, какая бижутерия, ну, аксессуары и так далее. Как ни парадоксально, но задача любого стилиста – помочь клиенту не только найти образ, но и сэкономить деньги. Потому что довольный клиент – это клиент постоянный. Возможно, поэтому Зарина решила не брать плату за свои услуги, позволив Татьяне выбирать из коллекции своего шоурума. Татьяна довольна. Теперь она может потратить весь бюджет на вещи, которые ей пришлись по душе. Мне так понравилось шоуруме Зарины. Я думаю, что буду обновлять свой гардероб теперь только там. Спасибо телеканалу 24КЗ, чтобы помогли мне стать с ним и с собой. Я теперь самая красивая. На сегодня все. Преклоняйтесь перед красотой. Экономьте время и деньги, но не экономьте на себе. До новых встреч на телеканале 24КЗ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова